В этом году строительная компания «Инком» начала реализацию инвестиционного проекта. Организация взялась за реконструкцию заброшенного Чебоксарского хладокомбината. Какие перспективы открываются для региона, узнаете прямо сейчас, а я прощаюсь с вами до завтра. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков во время очередного визита в Чувашу уделил внимание новому инвестиционному проекту «Строцентра «Инком». Компания занимается торговлей строительно-оделочными материалами более 20 лет. Все для стройки и ремонта в одном месте – дизайн-студия, индивидуальное сопровождение клиентов – ключевые особенности предприятия. «Инком» стал крупным инвестором в экономику региона, реализуя новые проекты и создавая более 350 рабочих мест. У нас есть такие бизнесы, которые успешно работают, развиваются, устремлены в будущее, готовы инвестировать дальше в нашу республику, в свой бизнес. А этот бизнес направлен на удовлетворение интересов людей. В этом году начата реализация инвестиционного проекта – реконструкция заброшенного Чебоксарского хладокомбината. 14,5 тысяч квадратных метров территории и более 12 тысяч квадратных метров коммерческих площадей превратятся в современный торговый центр. Дополнительно появятся складские комплексы площадью 5 тысяч квадратных метров. Дизайн интерьера в торговле строительно-оделочными материалами, мебелью, бытовой техникой, текстилем и многим другим. Все под одной крышей и доступно каждому жителю республики. Такая устремленность инкома мне очень нравится. Я считаю, что абсолютно правильно. Они на верном пути. Инком собирается вкладывать именно в нашу республику, в город Чебоксары. Соответственно, это будет способствовать и развитию экономики города, Чувашии, и одновременно пополнению бюджета, за счет которого республика сможет финансировать разные социальные проекты. Наталья Аксаков отметил – власти создают все условия для развития бизнеса. Программ достаточно много, в них надо просто участвовать, заявляться, и республика точно будет очень серьезно поддерживать тех, кто инвестирует в экономику нашей родной Чувашии. Продолжение следует...